Всем привет! Как уже только не исследовали Россию и Европу в разных аспектах, но вот тема, которую я сегодня затронул, я, конечно, не изучал так усердно интернет, но мне кажется, немногие люди касались ее именно в этом разрезе. Речь пойдет про турники и бассейны в Европе. Почему именно про это? Дело в том, что, ну вот, мне тут многие пишут, что я очень плохо выгляжу, но не мудрено, ребята, мне 44 годика, и все эти 44 годика я практически не сплю, я очень много работаю. Было бы странно, если бы это все не отражалось на моей пухшей рожи. Но все было бы еще гораздо хуже, если бы я вел исключительно сидячий образ жизни и, знаете, как вот эта карикатура мне очень понравилась, когда такой вышел сигвей, и такой американец смотрит на меня и говорит, о, это отличное средство передвижения от дивана до машины. Это не значит, что я такой весь из себя пан спортсмен, но я уже давным-давно, фактически сразу после того, как я бросил бухать и прочими разными вещами заниматься еще в молодости, я выработал для себя правило, что каждый день надо себя чем-то изнасиловать. Не важно, что это. Это может быть пробежка, это может быть бассейн, это может быть тренажерка, это может быть тренировка. Я вот 10 лет занимался восточными единоборствами, сейчас, к сожалению, забросил это дело, но, тем не менее, это может быть просто, не знаю, там, пресс дома покачать, в паланке постоять. Ну, в общем, короче, что-то надо с собой сделать, иначе труба, иначе ты просто посыпешься, и я просто такие ситуации наблюдал неоднократно. Ну, то есть я просто смотрю там не только даже на своих ровесников, а на людей, которые на 10 лет меня младше, на 15 лет меня младше, а они уже с таким набором, собственно, болячек, который, может быть, и у меня присутствовал бы, если бы, не бы. И вообще, это отдельная тема по поводу всех этих болячек, потому что я на своей шкуре убедился, что, конечно же, все это из головы, ну, большинство, на самом деле, если не говорить там про какие-то вирусные и прочие истории, то все остальное мы рождаем сами в себе. Это вот стопудово. У меня прямо было два случая, которые это наглядно показали. Ну, я думаю, что этому я посвящу, собственно, отдельный выпуск. Так вот, часть вторая марлезонского балета. Я очень много разъезжаю там и по стране, и по Европе. И раньше получалось так, что если я куда-то еду, то я, ну, вот реально выпадаю. То есть я, конечно же, особенно вот в Штаты у меня были поездки, и там я, естественно, старался как можно больше насытиться впечатлениями, посетить какие-то места. У меня просто не было времени на какие-то, ну, серьезные изнасилования себя. Я, ну, правда, когда я жил в Бостоне, я там очень много ездил на велосипеде и даже бегал, благо Америка это очень зеленая страна, если не говорить про Нью-Йорк. Но вот в Европе там выезжаю в Париж и все, и вот реально минус. И в какой-то момент я решил как-то эту тему изменить и понял, что сначала я понял, что идеально, конечно, ходить там хотя бы на турники. А потом я понял, что, ну, а что бы не ходить еще и в бассейн-то, потому что это очень круто менять, да, то есть сегодня у тебя бассейн, завтра турник, и там... А можно иногда это даже и совмещать, но на это, как правило, времени уже не находится, особенно если ты где-то в отъезде. И тут неожиданно я столкнулся с очень интересным явлением. Дело в том, что, ну, основное мое место пребывания в России, я имею в виду, когда я не в Петербурге, да, в Петербурге, сразу скажу, вот здесь вот у меня напротив тренажерка, тут у меня куча турников, там, сям, пятое, десятое. И с этим вообще, как бы, проблем нет. Основной город моего пребывания – это Москва. Если раньше я еще там забивал в Яндексе, в Гугле, там, слово «work out», и оно индексируется на самом деле, то сейчас я вообще не парюсь. Я выхожу, и я знаю, что если турника нет в этом дворе, он стопудово есть в следующем. Ну, вот в Москве так все устроено, причем, как правило, это все неплохо оборудовано, и турник, и брусья, ну, главное, чтобы был турник, потому что если нет брусья, в конце концов, можно поджиматься, но я предпочитаю все-таки брусья. И столица нашей родины не перестает этим радовать, более того, что крайне важно, все эти турники, брусья и т.д. и т.п., а там даже какие-то иногда тренажеры бывают, но они нахрен как правильно не нужны, но тем не менее, да, там, чтобы потом в конце догнаться чем-нибудь, почему бы и нет. Так вот, они очень правильно сделаны, у них правильное покрытие перекладины, у них правильный диаметр этой перекладины, ну, и вообще, как бы, то есть, все продумано. Покрытие самой площадки, ну, одно удовольствие. Я одно время останавливался постоянно в гостинице и ходил там на соседнюю улицу, пока не выяснилось, что, оказывается, у меня прямо во дворе, вот, и ты выглядываешь, и прямо во дворе там, просто вот, площадка со всеми этими делами. А за двором там вообще парк, а в парке там, вот, несколько таких площадок, то есть, вот, ешь одним местом, как говорится. В городе Нижний Новгород я тоже периодически бываю, там у меня фактически уже выработанные места остановок, это либо гостиница, либо там частная квартира, они находятся в центре, в самом центре города. Это по питерским меркам, это вот прям Невский проспект, причем, знаете, в районе там, не знаю, Мойки, по московским это Тверская, причем в районе там какого-нибудь Камергерского, да, то есть, там, улицы Минина, два шага от Кремля. И, ну, и что вы думаете, я выхожу, буквально мне там, не знаю, там, 3-5 минут пройти, и прямо в самом центральном парке имени Свердлова, напротив Евроспара, замечательная площадка со всеми делами, то есть, в самом центре, вообще не надо париться, никуда бегать, ничего искать. В городе Иванове тоже останавливался, там, ну, в двух гостиницах, там, есть одна, там, прям, совсем такая фешенебельная, Манчестер, тоже выходишь, ну, в этом дворе, может, нет, в следующем дворе, пожалуйста. Да, они там, может быть, облезлые, облупленные, там, и так далее, мне абсолютно плевать, мне нужна перекладина и брусья, все, дальше неважно, по крайней мере, они все равно не скульские. Ну, и так далее. Я находил это и в Казани, и, в общем, как-то вот так получается, что у нас в стране с этим нет никакой проблемы. Соответственно, когда я вот решил плотно взяться и повез свою первую уже экскурсионную группу в Сольный град Париж, я был уверен, что я, соответственно, хотя бы там раз-два на турнике повешел. Забиваю я в Google Maps слово Workout. И что-то смотрю как-то на весь этот замечательный Париж, а Париж, вот я вам сейчас скажу, специально в этот раз я его измерил, он реально, вот если с юга на север, третье транспортное кольцо, там, 9 с чем-то километров. Вот реально. Вот это весь Париж. Так вот, он мне выдал там две точки. Но я сначала решил, что, ну, они как-то по-другому называются, там начал пытаться по-французски что-то забивать. А потом вдруг выяснилось, очень интересная ситуация, которая заключается в том, что, ну, их там нет. Тут надо пояснить, что когда я говорю, что что-то нет, ну, например, там, как в предыдущем моем блоге, что во Франции нет жирных. Имеется в виду, конечно же, относительные единицы. Конечно же, там есть жирные, но их, не знаю, там, раз-два и обчелся по сравнению с тем количеством жирных, которые есть в тех же самых Соединенных Штатах Америки. Это я имею в виду. То же самое и с этими прекрасными турниками. Значит, самая интересная история была, я нашел в самом центре, воркаут. Это был «Смех и слезы». Значит, это прямо напротив музея Арсея, ну, практически. То есть, вы выходите из музея Арсея, вот наискосок надо спуститься на набережную. Значит, там такие деревянные, ну, вот, вот, вот это вот, только положенное вот так для детей, чтобы они вот так вот перебирались. Соответственно, это турник. Брусьев нет. Брусья там сделали из двух, знаете, такие ограждения дорожные, вот такие, многообразные, с решетки. Вот они их так составили вместе, и вот это брусья. Вот это у них вот там воркаут. Причем написаны там какие-то, значит, слоганы, это типа оборудованная площадка, бла-бла-бла. Ну, я, конечно, поплакал, но окей, позанимался. Потом, соответственно, мой приятель Тёма, который там прожил долгое время, он сказал, «Слушай, да вот там на канале Сан-Мартен там есть площадка». Действительно, она там была, и мне это было удобно, потому что я жил возле двух вокзалов, и больше их в Париже нет. Значит, уже вот свой вот этот последний заезд, поскольку я опять жил у своей коллеги Жанны, а она живет за периферик, за Булонским лесом, но это опять-таки это Париж. То есть на велосипеде от Лувра до нее ехать 50 минут, это вот так вот. Если со свистом, то там минут за 45, даже за 40 можно долететь. То есть вот представляете себе границы. И ты пересекаешь сену, она так вот так изгибается, и там уже на набережной сены я нашел. Сначала один, потом второй. Но это уже как бы за Парижем. И это крайне удивительно, потому что, например, в Париже там все бегают. На набережной выйдешь с сены, там все бегают, все ездят на велосипедах, на этих досках и так далее. То есть они такие стараются быть спортивными. Ну и в принципе я уже говорил в прошлом выпуске, что там есть, может быть, толстые, но вот именно таких вот, знаете, американских жертвестов я там лично не видел. Возможно, они там где-то есть. Я их не встречал в том количестве, в котором они по идее должны быть, учитывая то, что и сколько французов жрут. Дальше я приехал в Берлин со своей первой группой. И опять-таки, ну я думаю, Берлин-то, Берлин, он как-то более инфраструктурен в этом отношении. Тоже проблема. Их там больше. То есть они там есть, но, например, напротив кладбища, где похоронены братья Грим, там есть площадка специально оборудованная, там я столкнулся с другой проблемой. Там, конечно, турник, но там очень толстая перекладина, и она скользкая. Хорошо, что там рядом занимались какие-то ребята. У них был мел, или как это все называется-то, до сих пор не могу выучить. Магнезия, гортезия и прочее. Вы там напишите, ну, знаете, да? То есть они мне дали, я это все помазал, спасли. Потом уже я обнаружил, я жил в самом центре. Сначала в одном отеле, потом в втором. Прямо в двух шагах от собора. Рядом с парком Монбежу. Прямо в этом парке, там есть очень хорошая площадка, где я, соответственно, занимался. Но все равно ситуация далека от идеальной, мягко говоря. Потом я был в городе Праге. В городе Праге, в центре города, хрен найдешь, где турник. Я очень часто сталкиваюсь с таким моментом, когда, ну, как вот я говорил, что там в Праге куча собачьего дерьма. И мне писали, что, типа, да вы все врете, я там живу 10 лет, я там не видел, вы, наверное, ходите там по каким-то сугубо туристическим местам. Кстати, было бы странно, если в сугубо туристических местах было насрано. На самом деле нет. Это было, ну, не совсем туристическое место рядом с Вышгородом. И там реально было насрано, там просто было невозможно ходить. Мы ходили с моей подружкой, и вот как через мины. Ну, вот там я нашел один-единственный какой-то турник в такой влащине, можно сказать. Я до него ездил на велосипеде. Больше их там в округе не обнаружилось. Точно такая же ситуация в городе Вене. Есть воркаут. Он расположен на берегу. До него ехать, ну, по их меркам, далеко. Я, естественно, долетел, я не помню, там, минут за 10-15 на велосипеде. Потому что я с собой беру, я сделаю, сделаю обязательно отдельный выпуск про свои поездки с этим велосипедом. Потому что это, конечно, это просто райское наслаждение, когда вот вы с этим аппаратом, вы, ну, вы видите в 5 раз больше. И вы мобильнее в 5 раз. И вообще, у вас просто в 5 раз больше возможностей. Но это отдельная песня. Короче, нету в Вене, опять-таки, турников. Я имею в виду еще раз в том количестве, в каком они, по идее, должны быть. Ну, даже по сравнению уж не с Москвой, ну, с каким-то Нижним Новгородом, допустим. Ну, и уж совсем я ничего не нашел в городе Барселония. Там я объехал весь город. Мне потом говорили, что, конечно, они есть на берегу. Причем на этом берегу я купался. Вполне себе нормально. Местные стараются купаться в другом месте, чуть подальше. Нашел один-единственный турник напротив этого окурца новелевского. Брусев нет. И вот я это вам рассказываю не для того, чтобы показать, ну, в конце концов, господи, ну, плевать, кому, какое дело, что вот какая прогрессивная Россиюшка и какая стала Европа. Нет, отнюдь не в этом разрезе. Я это рассказываю в том ключе, что, ну, у меня реально были с этим проблемы. И теперь мы переходим к пункту номер 2. Это бассейны. Значит, почему бассейн? Ну, дело в том, что бассейн – это какая-то просто, не знаю, это магическая вещь. Мне повезло. Ну, опять-таки, вот напротив у меня в фитнес-зале там есть, ну, такой лягушатник, конечно, но я, если мне прям надо, я там свои как минимум полчаса наяриваю. Ну, вообще, здесь рядом у меня есть бассейн с минеральной водой в курорте. И это, конечно, спасает. Я там купил в итоге себе абонемент на 100 посещений. Вот он у меня сейчас как раз в начале марта заканчивается. Он, в общем-то, закончился и раньше, но поскольку я постоянно хожу там, главная тетенька сжалилась, его продлила. Бассейн, он одновременно и укрепляет, и расслабляет. Ну, естественно, там специалисты, тренеры и так далее, там физиотерапевты вам это все расскажут на более серьезных щах и более, может быть, умными терминами. Но я могу сказать, что меня бассейн реально спас. У меня была ситуация, когда мне уже должны были делать операцию, там, нашлось у меня что-то там в паху, запугали меня. То есть, вот, пятое-десятое, пресс нельзя качать, для меня это вообще смерть. И все, вот у меня были, в одной ладошке у меня были денежки, в другой ладошке у меня был телефон доктора, которому я должен позвонить и назначить время ехать на эту операцию. И я в последний момент, вот буквально в последний момент, я подумал, а может, нахрен? И не поехал. Ну, сменил как бы нагрузки, как бы стал побольше ходить в бассейн. И прошло. Ну, окончательно оно, естественно, не прошло. Но теперь я, в общем-то, и пресс качаю, и в тренажерку вернулся, и бассейн меня реально спасает. Он очень спасает после футбола, он очень спасает после тренажерного зала, когда нет возможности сделать массаж. Массаж – это вообще отдельная песня. Вот, опять-таки, повезло, потому что напротив, оказывается, у меня прекрасный спортивный массажист. Она сейчас вот в декрете, жду не дождусь, когда она выйдет. В марте должна выйти. Потому что она там, конечно, такими НКВДшными методами, она так тебе, знаете, на икру так надавит. Найдет больную точку и держит. Несколько, иногда, минут. И, в общем-то, в эти моменты ты готов выдать все секреты, где находятся партизаны, где ты хранишь свои деньги и так далее. То есть я параллельно с этим ходил к парадонтологу, и он ко мне залезал под лёсны и там чистил. Я это делал без анестезии, потому что, ну, я, на самом деле, терпимый к боли. Мне даже корни выдирали без анестезии. И я хочу сказать, что вот эта процедура, она была для меня не столь болезненна, как вот этот массаж на первых парах. Потом, зато, когда она всё снимает, это всё ништяк. В общем, бассейн – это мэджик. И тут мы сталкиваемся уже с другим. Ну, сначала, как бы, с отношением. Если вернуться к турникам, я могу сказать, что более приветливых людей, чем… Я называю их неграми, вы уж у меня простите, да, я не вкладываю в это слово никакого негативного контекста и прочее, прочее. Чернокожих афропарижан, если вы встречаете на турниках, они всегда с тобой поздороваются, причём за руку. Они всегда с тобой попрощаются. Они очень дружелюбные, они очень приветливые. Они, ну вот, просто зайки. У них всё время там играет какая-то, значит, музация, их местный рэпчик, такой французский, прикольный. И вот, была там совершенно потрясающая ситуация. Ну, я прошу прощения, потому что я частично об этом уже рассказывал, но просто в таком подробном контексте я ещё не вещал. Там прискакали вдруг какие-то два парня, причём бритые, все такие, знаете, в наколках. Я думаю, господи, наконец-то я видел французских скинхедов. Потому что я до этого даже не мог подумать, что они там есть. Ну, ты себя знал, что они где-то там есть? Ну, вот они, вживую. Вот они пришли, все такие там тренируются, друг к другу лупасят. И я не выдержал, спрашиваю их на английском, вы откуда? Они говорят, из Киева. Я говорю, ага, понятно. И в последний раз, кстати, тоже я, когда приехал на воркаут, там здесь качаются, там на соседней скамейке курят траву. В Париже везде курят траву. Я этот запах, естественно, знаю. Никогда его ни с чем не спутаю. Мне приходит парень какой-то и смотрю, рэпчик. Рэпчик играет. Я говорю, ты откуда уже? По-русски его спрашивают. Говорят, я, а ты с Украины. Я говорю, ну, а я с Питера. Ну, и всё. И мы мило пообщались. Я вот как раз делал пост у себя ВКонтакте, что, ну, вот, как круто, да? Вот Париж, спорт. Я из России, он из Украины. И всё. И никаких тёрок. То есть нам хорошо. Мы пообщались. Он там рассказал про свою жизнь в Париже. Ему интересно, чего я туда вообще делаю. Вот я оказался, питерский чувак, тут на турниках. У нас, я уже говорил об этом в одном из выпусков, у нас даже в тренажерный зал, в который ты ходишь, с некоторыми людьми приходится, знаете, такой барьер преодолевать, чтобы, наконец, начать с ними здороваться. И то они так с тобой здороваются, но как-то так вот, не то чтобы нехотя, но так вот, вот, это такой средний уровень доверия. А некоторые ходят, ну, вот, просто, ты их смотришь в глаза, нет, им не приходят даже в голову. У меня был потрясающий случай, я не могу с вами не поделиться этим. Я одного из этих чуваков, ну, такой вот, качок-качок. Потому что тут надо сказать, что я занимаюсь этим не для того, чтобы накачаться, у меня обратная ситуация. И я не хочу растолстеть. Вот и всё. То есть мне как раз вот это всё, вот это не нужно. Я не жру эти, там, белки и вот это всё. Нафиг. Мне наоборот, чтобы я был потоньше. Мне вот так вот нравится. И мне так, на самом деле, комфортнее. И у нас тут волшебное место. Окей. Тут рядом тоже напротив. Зубной тоже напротив. Я уж не знаю, почему мне так свезло. В общем, всё, рядом, в двух шагах. И припарковаться можно, где хочешь. И он меня встречает вдруг случайно. И тут же говорю, о, привет. Я думаю, ну, наконец-то. Лёд тронулся, господа пресежные заседатели. Встречаю его через два дня в зале. Ноль внимания. Как так? Почему? Ну, ладно. Так вот, там, на Западе, с этим всё нормально. Вот, особенно чёрные всегда здороваются. Белые, как бы, через раз. Но, если ты сделаешь сам первый шаг навстречу и скажешь, там, ну, там, бонжур, бонсвар, там, я не знаю, если во Франции или просто халлоу, да, как в Праге я сделал, с тобой всегда поздороваются. Возвращаемся к бассейну. Сначала расскажу, опять-таки, не про какие-то особенности менталитета, а про то, как и где устроено. Значит, у нас вот здесь бассейн, который с минеральной водой, там, естественно, нужна справка. Её нужно обновлять каждые полгода. Я этим занимаюсь. В фитнесе никакая справка не нужна. Это, опять-таки, нормальная ситуация. В фитнес-залах с вас никакой справки не берут. Справка – это, ну, мягко говоря, условная бумажка. Мало того, что её можно купить, как вы знаете, так ещё, ну, не всегда, я думаю, люди как-то внимательно на это дело смотрят. Но, тем не менее, это хоть какая-то минимальная гарантия того, что ты пойдёшь и ничего не подцепишь. Хотя это, конечно, самообман. Бассейн – это рассадник всего на белом свете, но, опять-таки, возвращаемся назад, всё от головы. То есть, если вы идёте и думаете, ну, сейчас я вот тут соберу всё, что можно, вы соберёте всё, что можно. Если вы об этом не думаете, то, скорее всего, у вас именуют чаша сиянь. Вторая тема – в бассейне всегда вам, естественно, нужны плавки. Было бы странно. Ну, и шапочка. Опять-таки, даже у нас в некоторых фитнес-центрах, в бассейнах, шапочка уже не нужна. Дальше уже на ваше усмотрение. Там очки, затычки в уши я всегда втыкаю, потому что уши – это моя отдельная как бы слабость, но не суть. В этом дивном бассейне три дорожки. Центральная дорожка для активного плавания. Естественно, когда там много людей, я уже вычислил то время, когда поменьше, но, тем не менее, там бывает всё равно много людей. Естественно, там половина плавающих плавает, как жабы. Нет, чтобы пойти вот туда или сюда и там плавать, как жабы. Нет, они плавут здесь. Это важно, потому что я расскажу, как это происходит, например, в Париже. Далее были замечательные ситуации, когда теперь тебе вот этот ключик, и ты его вешаешь там в ящичек. Девочкам красные ключики, мальчикам синие ключики. Некоторые умудряются брать не свои ключики, причём девочки мальчиков, а мальчики девочкам. Но я утрирую, потому что нам в среднем возрасте девочек и мальчиков где-то 50-60 лет. Решил сходить в бассейн в Нижнем Новгороде. Нашёл бассейн при архитектурном, соответственно, университете, институте, не знаю, как он называется, на Ильинке. Позвонил. Мне сказали, да, можно приезжать. Я приехал. Говорю, справка есть? Я говорю, есть у меня сама эта справка. Дальше выясняется, что надо оплатить. Оплатить тебе выдают квитанцию, то есть через Сбербанк. Её, эту квитанцию нужно заполнить вручную. Особенно меня порадовал пункт, где нужно было заполнять 17 нулей или какой-то длинный расчётный счёт. Я говорю, а проще это как-то можно сделать? Можно это сделать проще, но всё равно через деление Сбербанка. Деление Сбербанка, оно где-то там вот отнюдь не за углом. Дальше вы, то, что вы оплатили, вы должны послать им по электронной почте. И только тогда вас пускают. Вишенка на торте. На торте явилось то, что там всё разбито по времени. Это нормально. Здесь в бассейне тоже всё разбито по времени, но меня об этом никто не предупредил. Окей, всё сделал, тем не менее поплавал. Потерял там время, нервы, но хрен с ним. Бассейн всё вернул. В городе Перми нашёл совершенно потрясающий бассейн. Большой, огромный такой. И взял с собой справку, как честный. Справку не спросили. Но я вот специально хочу показать. У нас вот такой был тур с Егором Николаевичем. Я взял с собой вот такие вот штучки. Они удобны тем, что в них можно и в тренажерный зал ходить, и в бассейн. Там написано, в шортах нельзя. Но я хрен знает, шорты это или нет. Ну, наверное, всё-таки шорты, но они такие шорты плавки. Я тем не менее плаваю. Она меня вылавливает. Говорит, молодой человек, нельзя. Я говорю, а почему? Ну, они же мне не до колена, они у меня вот смотрите как. Ну, вот нельзя. Я говорю, а вот, например, без справки можно, а в шортах нельзя. Вы не находите? Это как-то странно на самом деле. Потом мне один из моих подписчиков, который, оказывается, этим торгует, он говорит, надо было тебе их послать вот туда, потому что на самом деле они так и называются – аква-шорты. Но в каждой избушке свои погремушки. Очень хороший бассейн в Екатеринбурге. Прямо вот рядом с этим прудом, лужей, озером, морем, да, центральным. Динамо, по-моему, называется. Ну, а в Москве я в бассейн обычно ходил при гостиницах или в какие-то фитнес-центры. И там тоже как-то с этим проблем нет. В Иванове очень хороший бассейн есть, тоже там большой фитнес-центр. Ну, туда мы ходили с мэром, как бы там, спортивный мэр Владимир Шарипов. И, в общем-то, проплавали с ним по 45 минут, было ништяк. Но система везде примерно одинаковая. Естественно, отдельная мужская, отдельно женская раздевалка. Тебе нужно помыться. В России устроено все так, что везде написано, что нужно мыться перед посещением бассейна. Все практически поголовные перед посещением бассейна только споласкиваются, а моются после. Я ни разу не выдержал. И одному мужику, который тогда постоянно так ходит, я говорю, ну, вы как бы вы читать умеете, да? То есть, почему? Ну, а там, что-то, проживал. Ну, в общем, что я могу сказать. И вот я в городе Парижа, столице Франции. Дай-ка, думаю, схожу в бассейн, он тут рядом со мной. Бассейны там, бассейнов там много, надо сказать. Писсин это называется по-французски. И они муниципальные. Стоят не очень дорого. Там где-то посещение примерно 3,5 евро. Для Европы это вообще ни о чем. Ну, думаю, пойду. Сначала меня напрягло какой-то очень странный график работы этого бассейна. Он там несколько часов с утра, несколько часов вечером. И нужно как-то подгадать. Смотрю, вот в какой-то день он, в час дня. Ну, думаю, хорошо. Пришел. Никакой справки, естественно, не нужно. Это даже не нужно об этом заикаться. Дальше началась следующая история. Раздевалка общая. То есть, там есть какие-то отдельные закутки, но моются все вместе. Ну, это ладно, хрен с ним. Мне это вообще по барабану. Потом ты сдаешь свои вещи в камеру. И для того, чтобы закрыть, нужна монетка. У меня, блин, не было с собой монетки. Мне пришлось идти и у кого-то клянчить. Но мне дали. А дальше начался реально цирк Шапито. Я никогда не думал, что я попаду в пробку в бассейне. То есть, там набилось такое количество людей, что я вот, знаете, плыл и постоянно задевал чьи-то пятки. И я потрогал там пять каких-то тетенек, пять дяденек. Значит, когда я возвращался, там одна тетенька постоянно ходила взад-вперед. Дяденька стоял на месте. Вот мне нужно было как-то проплыть между этой Сциллой и Харибдой. В общем, было весело. Я вынырнул оттуда. Думал, боже, never ever. Никогда моей ноги там не будет. Написал пост об этом. Опять-таки, спасибо теме. Я говорю, да вот там подальше, там отличный бассейн. И действительно отличный бассейн. Ну, как подальше? У меня там на велосипеде просто опять-таки 10-15 минут езды. Большой, но вся та же система. Да, совместные душевые кабины. Но вот французы абсолютно не парятся. Например, они когда выходят, они могут босиком выйти вообще в ту зону, где народ уже приходит в уличные обуви. Туда, естественно, ни в какую уличные обуви нельзя ходить. Но с этим было ништяк. И вот в последний свой заезд, неподалеку от Жанны, там есть такое место, Пале де Спор, дворец спорта. Спортов, если правильно переводить. То есть во множественном числе там спорт указан. И там бассейн под открытым небом. Шикарнейший. И вот я что хочу сказать. Вот написано, здесь плавают кролем на этой дорожке. Здесь плавают брасом. Здесь плавают со всякими приспособами. Ну, там, допустим, я не знаю эти ласты, там еще какая-нибудь фигня. И вот все так и плавают. Они специально в энергию смотрят на правильные дорожки. Ага, направленные. И плывут. Вот это очень круто. Практически не ходят в бассейны чернокожие люди, которых в Париже чуть больше, чем дофига. Это очень показательный момент. В этом дворце спорта тоже очень интересная история. Потому что это же другой город. Он за периферик. То есть за Парижем. Пито называется. И там для резидентов, то есть для тех, кто живет, 5 евро. Для нерезидентов, но единое посещение. Я, конечно, абонемент не мог покупать. Потому что я там схожу-то 2-3 раза. 10 евро. Так вот я когда в первый раз пришел, я говорю, я вот в бассейн. Они говорят, у тебя все с собой? Я говорю, все с собой. Он говорит, ну вот, 5 евро. Она даже меня не спросила, резидент я или нет. На следующий раз меня спросили. Ну, я не стал врать. Сказал, что нет, резидент заплатил 10 евро. Но оно того стоило на самом деле. И там уже более продумано. Там ящички с ключом. То есть ты закрываешь на ключ, и этот ключ потом с собой берешь. Интересная система была в бассейне в Вене. Я имею в виду система ящичков. То есть там уже, чтобы народ не парился, да, ты платишь, и тебе выдают специальную карточку. Ты эту карточку вставляешь в специальный автомат, и он тебе выдает жетончик. И вот этот жетончик ты, соответственно, через этот жетончик ты закрываешь ящичек, и потом ты этот жетончик обратно возвращаешь, и тебе возвращается карточка. И с помощью этой карточки ты проходишь. Вот такая, с одной стороны, запарная история, но с другой стороны, не надо париться ни при какие монетки. В Вене разовое посещение стоило 7 евро. Ну, естественно, я сходил в бассейн в Берлине. Он был примерно такой же, как в Вене и в Париже. Все то же самое. Общие душевые. Меня этим уже было не удивить. Цена была чуть дешевле, по-моему, чем в Вене. И он тоже был муниципальный. Но в любом случае, конечно, для нашего человека, если он, я уж не знаю, если он вдруг туда решится сходить, вот этот момент общака, да, он будет, может быть, в первый раз как-то... Не то, что шокирующим, но людям будет непривычно. Ну, тем более, что в Германии там вообще есть такие всякие, знаете, там сауны, спа и прочее. Мы были вот в Фьюсоне, и там, соответственно, спа-комплекс. Там до определенного времени ты одетый, а после определенного времени ты обязан ходить голый. Ну, это Германия, там вот такие нравы и законы. Соответственно, что касается доступа в бассейн, там все гораздо проще. Более того, как мне объяснили, во Франции, например, они очень, ну, немногие, но не парятся, например, если ты приходишь без тапок. Там считается, что наоборот, вот эти все грибки и прочая нечисть, она больше прилипает как раз к тапкам, чем вот к вашим подошвам. Ну, такая вот у них теория. Я не знаю, правда это или нет. Поэтому, если вдруг вам приспичат, как мне, а я реально без бассейна жить не могу, сходить за пределами нашей родины в бассейн, то идите туда смело. Очень интересная история у меня была в Будапеште. Ну, Будапешт, уж понимаете, да, это же там Сечень и прочее. Но, как сказал гид, у которого я брал интервью, вы можете посмотреть на моем канале в рубрике РЧВ, в Сечене сейчас ходят либо пидоры, либо иностранцы, то есть иностранные туристы. То есть местные туда не ходят. И я у него говорил, слушай, а вот есть как бы, ну вот не купальник, да, а есть вот такой простой нормальный бассейн. Он говорит, слушай, есть. Дал мне, соответственно, адрес, поскольку на завтра должно было быть Рождество. Естественно, он работал только до часу дня, но я успел, приехал туда. И вот вы знаете, вот прям такая советская атмосфера. Такие покоцанные ящички, раздевалки отдельные. Вот здесь мальчики, здесь девочки. Это Венгрия, ребята, бывший восточный блок. Поэтому я, наверное, один из немногих вообще российских туристов, кто, будучи в Будапеште, ломанулся не вот в купальне в эти, да, в Буде или в Пеште, а успел сходить в простой бассейн, который стоил, по-моему, если не в 10, то минимум в 5 раз дешевле, чем если бы вы пошли вот в эти вот купальни. Да, еще забыл сказать, что когда я вот первый раз пошел в этот замечательный центральный парижский бассейн, я забыл полотенце. Ну, думаю, ну фигня, господи, что я там под феном посушусь, потому что в Париже потом я так делал пару раз. Там на весь этот бассейн было три фена всего, один из них был сломан. Поэтому мне пришлось еще ждать, когда там я к этому фену подберусь. И когда я стал сушиться, основательно на меня очень недобрыми глазами смотрела одна тетенька, которая тоже хотела этим феном воспользоваться. Таким образом, ну, не знаю, пригодится ли вам эта информация, но я надеюсь, что если у вас вдруг появится необходимость повисеть на турнике или сходить в бассейн, будучи в замечательной Европе, то вы уже будете, ну, немного подготовленными к этому мероприятию. В конце, по традиции, хочу сказать, что 19 октября мы едем в Вену. Я уже знаю, где там находится бассейн, я уже знаю, где там находятся турники. 9 марта мы едем в Берлин и в ноябре мы точно так же едем в Берлин. В январе 2021 года мы едем в Париж, в марте 2021 года мы едем в Прагу. 2-4 мая у меня тур в Питере. Ну, а 22 февраля лекция в Москве про Матильду и Николая II. 1 марта экскурсия в Петербурге про народовольцев, которые убили Александра II в знаковый день, потому что и случилось 1 марта 1881 года. 7 марта мы поговорим про Международный женский день. Экскурсия будет называться «Между проституцией и терроризмом». Ссылки на все есть вот там. Оставляйте там же ваши комментарии. Прошу прощения, может быть, за несколько сумбурный рассказ, потому что, ну вот, по впечатлениям, что вспомнил, кто рассказал. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok